Свой объезд по адресам, о которых жители писали в социальных сетях, глава Самары Елена Лапушкина начала с поселка Зубчининовка. Здесь образовались большие лужи. Усложняет ситуацию отсутствия ливневой канализации. На некоторых участках регулярно работают бойлеры, откачивая воду. А на пересечении Литвиновой и Магистральной в ближайшие годы ливневая канализация будет запроектирована. А пока есть другое решение, которое позволит убрать воду с дороги. Там дренажная большая яма. Вот чтобы лужа вот эта вся вон там ходила, там перепуск сделала дренажная яма. Она заедлась, я надо просто вычистить, экскаватор вообще подсыпать дренажную. Ну, я имею в виду на дно. Вода уйдет. На пересечении Гвардейской и Путейской лужи, а при минусовых температурах наледь, образовались из-за утечки на водопроводе, который случился еще в январе. Глава Самары поручила управляющей компании, обслуживающей район, привести участок в порядок, а затем выставить счет за работу ресурсоснабжающей организации, которая вовремя не устранила последствия порыва. Такое серьезное замечание, которое сегодня по итогам объезда будет сформулировано, и будут даны поручения, это, конечно, работа в тех дворах и на тех территориях, где были утечки ресурсоснабжающих организаций. И с этим надо справляться. И справляться не только управляющими компаниями, но и, конечно, и силами ресурсоснабжающих организаций. На улице Артемовской проблему накопления воды решат небольшим конструктивным изменением. Уровень дороги изменят так, чтобы вода стекала к ближайшему дождеприемному колодцу. А прилегающую территорию могут благоустроить в рамках проекта содействия, проложив удобные пешеходные дорожки для жителей и учеников из соседней школы. Мы предлагаем здесь сделать вот так вот тротуар, который соединял, чтобы дети могли выходить и могли переходить сюда в покое. А вот эти машины куда? А эта машина пусть останется. Вот мы им сделали здесь карман, и пусть он будет. А здесь будут люди ходить. На фасадной вода скапливается в специальных каналах вдоль дорог. Но из-за того, что промерзшая земля не может впитывать в себя влагу, в этих каналах тоже скапливается много талой воды. Здесь работают бойлеры, которые откачивают воду ежедневно. Одна машина полностью наполняется водой за 25-30 минут. За смену машина делает несколько десятков рейсов. Сейчас наша основная задача в Кировском районе, в Куевском районе, немного в Советском районе, конечно, откачивать воду, чтобы была возможность комфортно передвигаться по улицам. Весенние сезонные работы выполняют комплексно. В городе работают не только бойлеры, которые откачивают воду. Также продолжается промывка ливневок и вывоз снега, чтобы оставленные сугробы при плюсовых температурах не добавляли воды на дороги и тротуары. Откачка в этом за последние сутки 2800 кубов произошла. То есть это очень большие объемы на самом деле. В предыдущие годы такого не было. При этом мы практически сейчас удерживаем вывозку снега на том объеме, как будто мы работали в зиму. То есть за сегодняшнюю ночь вывезли 4800 кубов. По результатам объезда глава Самары дала дополнительные поручения по приведению в порядок дорог и дворов города. Контрольные объезды продолжатся и в других районах. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.